Где молился? Как войти в эту подземлю, где вы были? Чтобы ни один никому не рассказал. Умри, но не расскажи. Вот так делали христиане. И чтобы остаться живыми, они стали строить храмы под землей. И там тайно, ночами, потихоньку приходить и молиться, чтобы никто не знал. Иначе враги, когда узнавали, кто там молится, они тогда приносили соломы к хворосту, обкладывали храм, зажигали, и все люди погибали. Так было в Никомиде однажды. Сразу 20 тысяч сожгли христиан. И вот прошлые годы вот у нас здесь, кто в дети были, они знают. Кто знает про это? Ну-ка, в прошлом году кто там был у нас? Я. Вот, были у нас там люди. Мы молились там. Хорошо там было? Не то, что в церковь сейчас люди приходят, стоят ребятишки, хохочут. У нас дети плакали, рыдали. Мы как будто в первый век туда вошли. Мы поняли, что если враг пожелает сейчас нас замучить здесь, он может нас с землей там засыпать, и никто оттуда не выйдет. Мы не воры, не разбойники, мы верующие христиане. Однако ходят дети в школу, раньше еще ходили, их оплевывали. У нас роман был. Смеялись над ними, Иисусиком называли его, били его. Но мы все это вытерпели. А сейчас Господь дал нам возможность молиться открыто. Давайте помолимся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Отец наш Небесный, Тебе мы взываем в этот час во имя Иисуса Христа. Благослови этих детей. Помоги им быть верными в Слове Своем, чтобы среди нас не было предателей, отступников, неверных, не умеющих хранить Слово. И к Вам обращаемся, святые мученики, которые претерпели великие мучения. Приготовьте нас к тем страданиям, о которых засвидетельствовали уста Иисуса Христа, что грядут страшные дни, но только ради избранных они сократятся. Быть может, это то время, в которое и мы войдем. Сохрани нас, Господи, от всякого рода зла и от недобрых людей. Слава Тебе вовеки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я сейчас иду первый, а Вы за мной. А куда? Потихоньку. Да, с босиком рядом, тут недалеко, под землю. Можешь разуться, чтобы все одинаково были. Можешь разуться, чтобы все одинаково были. Можешь разуться, чтобы все одинаково были. Ой, мы по одному чужими, мы все по одному. Сперва маленьких, давайте маленьких. Вот, особенно маленьких, ярко. Массовое крещение в Омске. Беспрецедентный факт. В минувшую субботу в Омске состоялось массовое крещение горожан. Сразу 207 амичей стали христианами. Инициаторами этой акции выступили служители Крестовоздвиженского собора во главе с архиепископом Омским и Тарским Феодосием. Видимо, и им уже опостылили длинные очереди желающих окреститься в церковных дворах. Местом для нынешнего крещения выбрали озеро, расположенное в городском парке. Обряд проводился тут же на берегу. Желающие стать христианами входили прямо в озеро, где по грудь в воде стоял священнослужитель в полном церковном одеянии. Интересно то, что из почти четырех сотен человек, пришедшие жарким субботним утром в парк около сотни, приняли решение креститься тут же, после проповеди архиепископа. Автор этих строк сам был свидетелем, когда к батюшке, стоявшему в озере, подходили женщины в воскресных платьях по пояс в воде. Но, похоже, это не испортило им праздника. Малышей окунали в озеро прямо голышом. Желающих было так много, что крещение пришлось проводить в два потока. Для всех не хватило места. Кстати, вся процедура крещения стоила достаточно символическую сумму, 15 рублей. Причем в нее входила стоимость нательных крестов и иконок. Теперь мечи, желающие принять крещение, смогут это сделать каждую субботу. Вот эту статью человек, если верующий православный прочитает, он подумает, великое дело делает Феодосий. Просто апостольский труд. За один день 200, следующий 200, и считай за одну неделю, как у апостола Петра, 2000. Но вот теперь спросите этого Феодосия, через месяц, кого ты накрестил, где они? Он, во-первых, не знает, до такого вопроса он никогда себе и не ставил. А он скажет, деньги приблизительно знаю, куда ушли эти. А где эти люди, понятия не имеют. Приобрести надо узнать самому о Христе, а потом рассказать. И когда человек узнает о Христе, он решится, идти или не идти. Он должен постигнуть учение. Не зря срок катехизации ставился святыми отцами до трех лет. Эта статья говорит о том, что оказывается можно и полным погружением крестить людей, но без веры все это пустое. Вот почему, как говорит Афанасий Великий, когда случилась какая-то холера или чума, болезнь, и люди без всяких околичностей, боясь погибнуть, стали крестить себе без подготовки. И вдруг явился некий муж в виде ангела и говорит, епископу Петру, да коли вы будете присылать сюда мешки запечатанные, но совершенно пустые. Тогда не крестили обливанием, мочением лбов. Это лжекрещение вообще не было известно. И деньги не брали. Вот. Так что и на сегодняшний день можно сказать, что все это обман, только уже с полным погружением обман. И здесь на земле вы прислоняетесь не к плохой дружине, не о нас речь идет, а к церкви, которая не осквернилась, а к той части православной церкви, которая не осквернила себя предательством, не пошла на поводу безбожников. Это вот самое ценное, что есть. Почему такая небольшая часть православной церкви за рубежом не осквернила себя ни экуменическим движением, ни связью с сатанинской властью? Почему? Господь как бы прецедент, особую милость оказал народу, чтобы через эту малую часть народа, как через закваску, начать заквашивать весь мир. Так было всегда. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мы все молимся о православном епископе, гонимой церкви российской, и о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Виталии, и о господине нашем высокопреосвященнейшем археепископе Лазаре, и все его Христе братья наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и все страждущие стране наши, российские, и православных людях, и его отечеств, и России несущих, и о спасении их. Господи помилуй Вас! Исбавите людей свои от горького мучительства безбожной власти, В нас же утвердите единомыслие, братолюбие и благочестье. Господи помилуй Вас! Песно памятных создателей святых храмов Божьих, и о всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащих и повсюду православных. Песно памятных создателей святых храмов Божьих, и о всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащих и повсюду православных. Песно памятных создателей святых храмов Божьих, и о всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащих и повсюду православных. Песно памятных создателей святых храмов Божьих, и о всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащих и повсюду православных. Песно памятных создателей святых храмов Божьих, и о всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащих и повсюду православных. Хотя бы по тройке, кто может быть священником? Средним хотя бы. Человек сам у верующего Христа. Поэтому если сегодня перетрясти нас всех грешных, так и в церковь пускать пока некого. И покаяние начинается священство с архиереев. Пока этого не будет, церковь будет просто исполнять плохо поставленный спектакль. И так примут антихриста, восславят его, коронуют и приведут своих служителей, последователей к самому адову дну. Может быть, я говорю, патриарх сейчас страдает тоже где-то душевно, невидимо для нас, и говорит, вот был бы у меня хотя бы один или два настоящих архиерея верных Христу и не боящихся пойти на Голгофу. Разве бы я таким был, я бы сдвинул все дело с места. Ну не мог же он не понимать, что такое рабское подчиненное состояние, да, рабство тоже можно, говорится, назвать спасительным, но не в духовной сфере. Это полностью отдать душу на растерзание, божественный принцип созидания нарушить, чтобы Бог по образу подобию создал, не по образу лицемера, лицедея создал, по образу Божию. И нам нельзя нигде никогда ни в чем уступать в духовном плане. А в остальном я буду работать тебе день и ночь, что угодно буду делать, и катайся ты на мне сколько хочешь. Я воло-осел, я что угодно могу сказать, но не могу я находиться в ереси. А это есть ересь, отдать себя на растерзание врагам и считать это истинная спасительная религия, как сегодня московская патриархия. Я говорю, а может быть какой-то архиерей тоскует в ночи и говорит, да было бы у меня два-три настоящих священника, да я бы всю епархию успел поднять. А священник, может быть, вздыхает где-то и говорит, а что я могу сделать с этими слепыми, одной 90 лет, другой 60 лет, одна слепая, другая глухая. Было бы у меня три настоящих ревностных христианина, я бы всю окрестность эту сейчас захватил в сети Господни. Так я говорю, в конечном-то счете опять упирается в основание пирамиды. Поэтому более печального положения нет, как у нас сейчас в церкви. Потому что если разгромили, отрубили голову компартии там и КГБ всего, говорит, уже это извертели, то в церкви их аппарат остался нетронутым. А его они здесь пестовали, выращивали в пробирках кгбистских 70 с лишним лет. И вот от этого-то они не отступают по сей день. А что дьявол добился, какие в фундамент своего престола заложил кирпичики, они все целые и нетронутые. Поэтому с такой свирепостью сегодня они злослоят российскую православную зарубежную церковь. Потеряли миллионы в униатах, потеряли Украину, Белоруссию, православные на православных идут. А сами, тихо, они и не ищут. Сегодня бросили все силы для того, чтобы заглушить источник света, который идет, правду говорит. Самую маленькую искорку, они сейчас готовы тысячи озера вылить и моря, чтобы только все погасло и не было. Если случится вот сейчас, чуть-чуть только власть на нас поднимется, думаю, даже допускаю, могут эти священнослужители наемных убить, занять, чтобы нас убить, физически истребить. Это все я испытал на себе. У меня спина вся от них распахана, от своих. Ну-ка быстро от комаров прятайся, становись в строй. Вдыхал такой, вот так. Становись в строй. Куда? Рядом, становись, надевай, помогай. Регонтика, ну, это самое. Уходи отсюда. Мне не нужны такие, слишком много это, мудрят о себе. Становись быстро. Вверх ногами никогда капусту не посадишь, всю жизнь будешь хромать. Быстренько сюда. Ну что же, сестры, ну-ка идите сюда кто-нибудь. Раиса. Ну здесь, давай. Ну буду регионалом, ладно. Космос. Вот сколько нынче истратились, чтобы только спасти от комаров. Ку-ку. Ну-ка иди сюда. Вот. Становитесь, стыдно. Вот так, стыдайтесь в ряд. Вот, в ряд. В ряд. Ну-ка. Что получилось? Что получилось? Так. Теперь смотрите, чтобы рукавицы надели. На, держи. От комаров? От комаров. А ну-ка, дядя, надевай-ка в космический скафандр. Когда ложимся спать, и бывает иногда, люди не хотят вечером перед сном выгонять комаров. Вот так надевай, дыши и лежи. Удобно? А комары ее прокусить не могут. Мы пробовали эти на комарнике, как пчелы, которые не могут взять. А комары их берет. Все, смотри. Еще одна. Снимите меня. Давайте, а то парню эти хватит. А я думала, что-то... Я думала, что-то... Я думала, что-то... То лежишь и смеешься над комарами. А когда по-моему, то они смеются. А они смеются над теплами. Я часть уроков проводил, по слову Божию, на военной кафедре политехнического института. Ну и там один военный, хороший, тронько такой, преподаватель. Он говорит, а обратитесь к командующему. Я говорю, а я... кто такой? А ты напиши. Он говорит, человек такой хороший мужик. Я ему взял, написал. Я говорю, мы вот с ребятишками выезжаем, отдыхаем. Ну мы верующие. Если можно что-нибудь списанное. И вдруг меня ищут военные. Вот эти две палатки, вот столовая и вот этот большой зал. Вот это. Теперь у нас походная церковь сделана. Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Да. Это 10 на 9 метров. Видимо, танки им закрывали. Ну и в прошлом году, как только дождь начинается, в это время мы... Такой устав у нас. Кукурузные палочки детям давать. Во время дождя слушать, как дождь шумит и слушать жития святых. Но всегда помолимся за дядю Борю Генерала. Чтоб Бог его просветил, обратил, сохранил его от нечаянной... Это чудинка своя. У нас чудинка вот этот детский лагерь. Люди приезжают. Ну, от ребятишки. Его надо приучить. Он научится трудиться, уважать, жить как правильно в коллективе. Вот они вчера приехали. Ну ты, понравилось тебе здесь? Вот. Но на второй день еще она не знает, что бывает у нас кое-что ей не понравится еще. Но главная наша задача детям показать, что в бедности есть тоже какое-то счастье. Это радость, воспоминание. Создать им маленькое понятие, великое понятие о малой родине. Вот. Ну, вот вы тут ходите, смотрите, сами увидите. Вот, отец, на вам хочу порадовать и вас получил, как сказать, бумагу, официальное подтверждение от митрополита Виталия. Это с Америки, да? Да, митрополит, это первый иерарх русской православной зарубежной церкви. Написано так. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность. Проповеди Слова Божия, защиту и укрепление веры в российской православной церкви. Митрополит Виталий, первый иерарх русской православной зарубежной церкви. Архиепископ Нью-Йоркский, Восточно-Американский, Канадский. Ну, и книга вторая, каноны, книга правил, тоже. Даруется Игнатию Тихоновичу Лапкину, сия книга правил, ради его миссионерских всесторонних трудов. Во славу Божьей на укрепление защиты православной веры в российской православной церкви. Чем это ценное? И что, как бы, прелюдией к этому было? Когда я отсидел второй раз, не до конца еще срок освободили. Ну, в это время уже началась перестройка. Бог даровал возможность посещать и воинские части, и институты. Ну, а раз я там был среди заключенных, я подумал, что они будут меня принимать, как я, когда сидел там, проповедовал. И пошел в управление трудовых лагерей. УИД. Там мне дали справку официально в виде исключения. За вас ходатайствует крайком партии, чтобы выдали вам такое разрешение. Но с условием, чтобы местный благочинный ваш алтайского края, отец Николай Войтович, подтвердил, что вы православный. Я с этой справкой радостный прибегаю. Отец Николай, пожалуйста, дайте такое благословение. Это справку, что вы посещали тюрьмы? Нет, что я православный и принадлежу зарегистрированной православной церкви. Ну, и как я отца Николая называю, это чекист в рясе. Это образец сергианства, то есть этого обновленчества. Категорически против. То есть он сам не пошел и тысячи заключенных оставил без проповедия, Слово Божие. Ну, я тогда снова пошел к начальнику УИД и говорю, не дают. А почему? Да потому что они предались советской власти, говорю, и боятся единого шага сделать. Они дело Божие совсем, говорю, не знают. Тогда отдают мне возможность редчайшую выступать перед заключенными в отделах милиции. И все это они сами сделали через Москву. И вот тогда, да это брат мой, отец Аким, написал митрополиту Виталию. И тот сразу же выслал такую справку. Ну, могу ли я не делать различия между тем, кто заботится об обстасах, и кто не заботится. Вот. Ну, и естественно, что мое сердце для митрополита Виталия не закрыто, и я его вмещаю целиком. Жизнь ваша изменилась по сравнению с прошлым годом? Да, конечно. Конечно, изменилась. Я думаю, меня сердце не обманывало, я никому, думаю, в жизни не встил. Но мне нравилось, что даже и внешне, хотя внешне не всегда является отображением внутреннего, многие уже показали изменения к лучшему. Иные пересмотрели свои профессии, что они уже не христианские, или не ведут к желаемому достижению, изменили или работу, или учебу. А это не так мало. Прежние уговоры кончились. Ты теперь самостоятельный перешел в иной стан. Вот это дается понять буквально всем. До крещения тебя еще пытаются уговаривать. После крещения сразу объявляют войну. Так что приготовьтесь к большим искушениям. Но это бывает не у каждого. Иные искушения проходят и до крещения. Что и о чем вы должны сейчас подумать и задуматься. Есть такая поговорка, что вот сколько воды было в купели, вот столько тебе потребуется слез, чтобы получить прощение грехов, которые ты совершишь после крещения. Что ты делал до крещения? Ты все смываешь в водах крещения. До единого греха ты сегодня только родился на свет. Так вот вы будете креститься по полному чину православия. Озеро. Сколько вам нужно будет наплакать слез, если вы согрешите? Ты в воде крещения скрылся? Ты умер для прежней греховной жизни. Вот все. Как только из воды вышел на свет, ты воскрес для новой обновленной жизни. И трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. И для Отца ты должен жить. И для Сына и для Святого Духа. Если ты для Святого Духа будешь жить, а Дух Святой действует там, где полная свобода, то есть доверие Богу, ты должен быть смелым. Ты не должен нигде лгать. Это то, в чем утопает сегодня и разваливается все наше общество. Вход в церковь практически начинается должен с покаяния, с крещения. Ни того, ни другого нет. Все это обман. Крещение называется дверью в ковчег. Сама церковь является ковчегом. Первое послание Петра, третья глава 9.